Спасение пациентов. Дело кошелька самих пациентов. Ведь наша бесплатная медицина очень дорого обходится людям. Все медикаменты нужно покупать и при этом лечиться в нечеловеческих условиях, в ободранных стенах и на поломанных кроватях. Хотя больницы должны финансироваться из местных бюджетов сотни медучреждений просто в коматозном состоянии. Можно ли вылечить нашу смертельно больную медицину, выясняла Павлина Василенко. Стены, покрытые грибком. Разбитая сантехника. Вместо мебели рухлядь. Это не декорации фильмов ужасов, а реальность для сотен украинских больниц. Страшные фото и видео с завидной регулярностью выкладывают в сеть пациенты. Месяц назад украинцев шокировала очередная история о лечении в генической центральной районной больнице. Вот кадры из инфекционного отделения, куда с ангиной попала дочь одной из отдыхающих. Вместо капельницы пластиковая бутылка из-под минералки. Штатив заменяет вешалка для одежды. По словам женщины, она столкнулась также и с коррупцией. Чтобы ускорить получение результатов анализов, пришлось платить. Сейчас в геническе бархатный сезон. Поток туристов не спал. В райбольнице, которая стала интернет-страшилкой, говорят, летом нагрузка на больницу увеличивается, а денег на ремонт нет. Сейчас своими силами за деньги сельсоветов и благотворителей ремонтируют терапевтический корпус. Здесь будет у нас расположено отделение искусственной почки. А вот приводить в божеский вид печально известную инфекционку планируют с октября. Для этого необходимо 4,5 миллиона гривен. Ремонт сейчас очень дорогостоящий, очень дорогое удовольствие. Субвенция медицинская в полном объеме не обеспечивает заклады охороны здоровья. А в этом здании времен Австро-Венгрии в селе Коршев в Прикарпатье ютится сельская амбулатория. Стены не видели капитального ремонта уже не один десяток лет и вряд ли увидят, ведь идет сокращение сельских медучреждений. Пока местные жители проходят здесь лечение в дневном стационаре, хотя иногда мест не хватает. В прошлом году в деревне закрыли стоматологический кабинет. С октября исчезнет лаборатория. Лекарь имеет один фонендоскоп. И что остальное? Чтобы элементарно назначить лекарь, мы должны иметь лабораторию. Но без лаборатории лекарь как без рук. Вот эти аппараты 60-х лет. То, что вы не хотите? Ну, ободранные стены – полбеды. Настоящая беда – это пустые медицинские холодильники. Во многих больницах по-прежнему нет вакцины от столбняка, батулизма и бешенства. В Ивано-Франковском областном перинатальном центре днем с огнем не сыскать вакцины от туберкулеза. Врачи разводят руками. Прошлогодние запасы закончились, а новых нет. И когда появятся – неизвестно. Я знаю, что при выпасе из роддома всегда детей вакцинуют. Потому что нас так вакциновали двух. После второй дни новонародная дитина должна быть привита от протитуберкулезной вакцины. Сейчас это очень актуально, потому что в стране очень широкое заболевание туберкулеза. Однако на данный момент ее нет. У нас появляется. Не хватает не только вакцин БЦЖ, но и препаратов от полиомелита. А до конца года не будет и пентоксима – вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша, которые детей до года должны прививать дважды. Медикаменты в Черкасской больнице скорой помощи есть только на первые сутки госпитализации. За выданные лекарства пациенты расписываются вот в таких ведомостях. Капельницы, таблетки и уколы. На них ежедневно Николай Панченко тратит около полутысячи гривен. За три дня на лекарства ушла вся пенсия. Прогнившие полы и туалет на улице, а вода только в этом умывальнике. Так работают врачи станции скорой помощи в Сарнинском районе Ривненской области. Мы получаем эту воду и холодную, горячую от лекарни. Если лекарня имеет, то мы имеем в виду. Петербург, но тут ремонты не делались. Такие капитальные ремонты, ну, роков в 40, может быть, точно не делались. Лекарства, говорят медики, есть, но доехать до больных – вот настоящий вызов. По Полесскому бездорожью пройдет только эта газель, но она на станции одна. На днях президент пообещал выделить 4 миллиарда гривен из спецфонда, чтобы как-то исправить ситуацию. На следующий год, чтобы медицина не умерла, по подсчетам экспертов, нужно 150 миллиардов гривен. Реформа медицины, о которой говорят много лет, все никак не начнется. Но и после принятия парламентом необходимых законопроектов рассчитывать на быстрое выздоровление медсистемы не приходится. Первые существенные изменения будут только через несколько лет. И вполне возможно, что ободранные больничные стены и дефицит лекарств пока останутся нездоровой украинской реальностью.